Слышно? Нет? Нет. Я хорошо слышно сзади, когда у меня нет? Нет. Я слышу? Слышно? Нет. Снова не слышно? Нет. Сюда как-либо? Нет. Слышно. Раз-раз. Все слышно? Я слышу. Всем слышно, нет? Надеюсь, сюда будет всем слышно. Еще раз добрый вечер. Спасибо всем, кто остался, дотерпел, так сказать. На самом деле моя фамилия Кекулов, а не Кекулов, но меня со школьной парты называют Кекулов, так что я уже привык и поправлять устал. Поэтому проще позже сказать, какая фамилия моя на самом деле. Я так понимаю, что все, кто остались, вам интересна тема связи и нетворкинга. А есть кто-то, кому эта тема не интересна абсолютно? Отлично. Таких в зале нет. Я постараюсь максимально лаконично выступить, на самом деле даже не выступить столько хочется, сколько пообщаться с вами. Время очень ограничено, поэтому постараемся буквально по вершкам пробежаться. Скажите, а есть кто-то из вас сидящих, кто знает половину аудитории? Окей. Десять человек из аудитории. Организаторы в основном, да? Двадцать человек из аудитории. Есть такие? Роман и все, по-моему, да? Ну вот, в этой интерпретации Романа можно назвать человеком-хабом, который знает максимальное количество людей, он очень активен, и через него можно заходить во взаимодействие с иными лицами. Скажите, а кто из вас считает, что связи решают все? Отлично. Спор удастся. А кто считает, что связи не все решают? Супер. А те, кто считает, что связи не все решают, можете привести пример, когда связи точно не помогут? Есть мельчики? Если рядом никого нет. Еще раз. Если рядом никого нет. Отплывите в океан и объясните акуле, насколько крутые у вас связи и что вас есть не надо, потому что вернутся другие дядьки и съедят эту акулу. Бесполезная затея. Отлично. Еще примеры? В любви. В любви. Можно, конечно, поспорить, но, скорее всего, соглашусь. В любви. Еще? Смертный час. Смертный час пришел. На самом деле, 21-й век настолько... Когда он пришел, я его... Я объясню, почему я готов поспорить на эту тему. Дело в том, что у моего друга жена на текущий момент в России заморозила 40 человек после смерти в криогенной камере. Если ориентироваться на то, что медицина все-таки шагнет вперед и их смогут разморозить для продления их жизни, то, наверное, здесь связи могут помочь. Но это очень скользкая дорожка, безусловно. Скорее всего, вы все-таки правы. Отлично. То есть, те, кто поднимали руку и считали, что связи все решают, вы все еще считаете, что связи могут все решить? Да, посмотрите. Еще раз? Ну, в экстремальных ситуациях... На самом деле, связи очень применимы именно в экстремальных ситуациях, но в ряде случаев действительно нет времени для того, чтобы обратиться к этим связям. То есть, тут такая дуальная система. Наиболее применимы связи все-таки в экстремальных ситуациях, в условиях смены власти, смены ресурсов, в ЧП-условиях. В принципе, все, кто потерял в России бизнес, столкнулись на практике с этим. Окей, я считаю, что связи не все решают, но я утверждаю, что связи могут многое. И второй тезис, который хочется донести не только до народного населения России, но и до вас, это с кем поведешься, так тебе и надо. Как вы считаете, общаясь с другими людьми, мы можем заражаться вредными привычками? Да. Отлично. А можем ли заражаться успехом? Да. Ну, я рад на самом деле. Очень подготовленная аудитория. Профессор Николас Кристакис, это профессор Гарвардского университета, он провел статистические исследования в закрытом городке, где с научной точки зрения доказал, как второй, третий и четвертый круг связи влияет на нас. Такие факторы, как склонность к курению, к употреблению наркотиков, либо, наоборот, к здоровому образу жизни, склонность к успеху или к неуспеху, склонность к суициду, они так или иначе передаются при нашем взаимодействии с другими людьми. Причем, как вы понимаете, это зачастую действительно как инфекция, как некая болезнь. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, от которого что-то хотите получить, то задайте себе вопрос. Готовы ли вы, чтобы ваши дети были похожи на этого человека? Это очень отрезвляющий вопрос. И даже если этот человек миллиардер или у него очень много власти, еще не факт, что вы готовы заплатить такую цену. Если уж говорить о миллиардерах, то только официальных миллиардеров больше трехсот, а не официальных. Сильно больше. Поэтому, прежде чем начинать взаимодействие с человеком, подумайте о том, какую цену вы платите за это. Можно следующий слайд? Как я уже говорил, у меня будет короткое выступление, поэтому свои вопросы вы можете на русском или английском писать в социальных сетях. Я обязательно отвечу, обещаю, на каждый вопрос. И следующий слайд сразу. Это наиболее частые заблуждения, на слайде проинлистрированные, которые присутствуют в России. Кто понимает значение слова «блат»? Вы считаете «блат» позитивным явлением или негативным? Негативным. А кто знает почему, откуда это идет? Тюремный жаргон ближе. Екатерина II выдавала бумажку немецким экспатам. Она называлась «блат». И эта бумажка позволяла то, что не было позволительно другим лицам. Соответственно, очень быстро этим начали злоупотреблять. И таким образом «блат» скорее стала неким элементом коррупированности. А позже очень плотно укрепилась в криминальных кругах. Соответственно, еще сильно позже, когда обычные граждане стали употреблять это слово, всегда имелся некий негативный оттенок из прошлого. Так вот, «блат» и «нетворкинг» — это не одно и то же. Выстраивание связей — это еще не обязательно ущемление прав и интересов свобод других граждан. Я думаю, вы не та аудитория, которая считает, что «нетворкинг» — это общение в социальных сетях и точка. Хочется в это верить. Тем не менее, такие люди есть. Есть частое заблуждение, особенно в России, что «нетворкинг» в госструктурах — это обязательно коррупция. На самом деле это не так. Кто может сказать, почему у своих хочется с большей уверенностью покупать или со своими иметь дела? Всегда ли дело в откатах? Все верно, доверие. Свой с меньшей вероятностью подставит, придаст, смошенничает и прочее. И здесь, безусловно, важно, как вы сами себя понимаете и как вас могут понимать, насколько хорошо и точно считывать вас как личность другие люди. О позитивном «нетворкинге» два слова хочу сказать. Наверное, сталкивались с таким понятием, как позитивный «нетворкинг». Суть заключается в том, что вы сначала что-то даете и только потом уже что-то просите взамен. Как вы считаете, это единственная рабочая модель выстраивания взаимоотношений? Нет. Почему? Все верно, не всегда ты можешь что-то дать — это раз, а во-вторых, не всегда вас готовы принять вообще. Большинство закрытых людей или людей с иммунитетом, обладателей определенных ресурсов, они изначально ориентированы на то, что мне от вас ничего не надо. Я самодостаточная личность. Если вспомнить историю Бенджамина Франклина, который не мог выстроить взаимоотношения с чиновником, то мы поймем, что он не использовал позитивный «нетворкинг». Он попросил у человека книгу, то есть ничего еще не дал, но уже попросил. И лишь позже он начал раскачивать модель «нетворкинг» взаимоотношений и выстраивать двусторонние отношения. То есть в ряде случаев лучше сначала, наоборот, попросить, но не всегда безусловно. Можно следующий слайд. Как я уже говорил, взаимоотношения во многом основаны на двух аспектах. Как ни странно, все очень просто. Насколько глубоко вы понимаете себя и насколько хорошо вы можете понимать других людей. Кажется безумством, но тем не менее все так просто. Учась в международной бизнес-школе, у нас один студент сказал интересную вещь. Он говорит, я абсолютно честный, до 10 миллионов долларов. Можно даже бумажки не подписывать. А дальше не знаю, я не пробовал. Вот это очень точное понимание себя. Что произойдет с ним, когда сумма возрастет до непривычной ему? Останется ли он преданный своим идеям? Он не знает. Большинство людей считают, что они себя знают. Так, например, 87% респондентов, когда им задают вопрос, готовы ли вы отдать жизнь за самого близкого вам человека, утверждают, да, готовы. На практике только 13% отдают свою жизнь за самого близкого человека. Причем, если их проверить всех на детекторе лжи, они не будут врать, они действительно так думают. И это стоит, безусловно, учитывать. Но для понимания себя существуют и психологи, существуют тренинги. Мы в этом вопросе сегодня точно не разберемся. Вопрос, как понимать других. Можно следующий сказать? У других людей в ряде случаев есть какие-то потребности. Потребности могут иметь практическую ценность, либо эмоциональную. На эмоциональной ценности зачастую катаются. Отсюда все NLP-техники, манипулятивные техники, когда вас выводят в позитивное состояние, а потом что-то от вас получают. На самом деле эта модель очень хорошо может работать при взаимодействии с людьми, которые очевидно глупее и условно ниже вас, которые смотрят вам в рот. Но эта модель очень сложна при взаимодействии с равными вам. Еще сложнее выстроить отношения с людьми, за которыми вы хотите тянуться вверх. Они очень быстро почувствуют фальши, зачастую уже прошли какие-то тренинги по анти-манипулятивным техникам. Например, есть техника, ориентированная на использование чувства вины. Соответственно, есть другие техники, которые ориентированы в обратную сторону. И здесь, используя эти манипуляции, вы можете в ряде случаев пострадать. Но не будем о грустном. Как же выявить все-таки полезные практические потребности? Все помнят пирамиду масла? Да. Тогда брать сложно будет. Давайте я ее немножко обновлю. Что в нижней части пирамиды состоит? Я выделю буквально три сектора и верхнюю часть как самоактуализацию. Мы ее пока не будем рассматривать. Физиологические потребности. Следующее что идет? Безопасность. Безопасность, все верно. Выше что? Любовь, дружба, социальные потребности, все верно. Давайте я просто напишу социум. Сюда включена и любовь, и дружба. То есть простое человеческое общение, это тоже может быть потребностью. Сюда же знания относятся. И чуть выше начинается уже эстетика. Фактически, когда вы взаимодействуете с людьми, у которых ниже стоящие ступени очень хорошо закрыты, реализованы, и там не возникает никаких потребностей, они могут находиться в потребностях эстетики. Им уже недостаточно просто еды, сна, дома и машины. Им нужна конкретная машина, красивый дом, вкусная еда. Соответственно, выявлять эти потребности у других людей можно, если вы будете понимать, на какой ступени у него есть или отсутствуют пробелы. Это понятно или спорно? Давайте сразу попробуем общаться. Задавайте вопрос или говорите, не согласен, прям сместно. У нас очень мало времени. Все согласны? Просто я пытаюсь понять, вы или очень уже уставшие и грустные по этому, или не интересно совсем? Очень часто в России, и не знаю, может быть у вас тоже, есть люди, которые говорят, как же можно пользоваться связями для того, чтобы получить какое-то благо. Это пошлость, говорят они. У вас есть такие? На самом деле, этих людей проще понимать, если учитывать, что эти люди никогда не испытывали физиологических потребностей. Если они никогда не умирали от голода или от холода, то им реально это сложно понять. Но абсолютно любой из них, как только их перевести в ситуацию, когда нужно сохранить жизнь им или детям, сразу же начнут вспоминать про всех своих знакомых, друзей, всех обзванивать и пытаться решить свою проблему. Грустно, да? Немножко вернусь к тому, почему я вообще начал этим заниматься. И вот в том, что в школе у меня было много друзей, но я по природе не эмпатичный человек. Мне очень сложно понимать, что чувствуют и понимать, как с этим взаимодействовать другие люди. И это доходило до того, что в шестом классе у меня был друг. Хороший парень, все классно. И в какой-то момент я понял, что на самом деле это не один друг, это два человека. Две внешности, два имени. Но я их воспринимал как одного. Я жил в абсолютно самостоятельном своем мире и был очень асоциальным. Тогда я понял, насколько я далек от людей и насколько много я могу потерять в этой жизни. Соответственно, начал заниматься психологией, изучать это. Ну и неизбежно через какое-то время я, пожалуй, обогнал тех, кто по природе, наверное, эмпатичный. Уже позже, соответственно, стал появляться на первом канале с этой тематикой. Форбс лукаво сказал, что у меня лучшие связи в России. Но на самом деле это не совсем так, мое мнение. Я думаю, это пиар-код. Правильный вопрос, я ждал его. Когда я их спросил, как вы выбрали, по какому критерию вы определили, что у меня лучшие связи, они сказали, не спорь, тебе это выгодно, нам это тоже нужно. Нам нужны красивые заголовки. Я тогда сказал, окей, пожалуйста. Давайте пойдем дальше. В принципе, это мои плюс-минус нарисовали дальше. Вопросы. Перед вопросами хотелось бы поделиться и рассказать то, что, в принципе, я не встречал пока ни в одной книге по нетворкингу по взаимоотношениям людей. Кто смотрел в детстве передачу «В мире животных»? Есть такие люди? Отлично. Сейчас мы попробуем провести параллель. Биологов же здесь нету, да, в зале? Ну, я думаю, мы справимся. Представьте, что два организма при взаимодействии друг с другом испытывают либо вред, либо пользу, либо нейтральны. Соответственно, какие существуют формы взаимоотношений? Давайте я подскажу. Минус-минус. Паразитизм. Паразитизм – это плюс-минус. Хищничество – сюда же. Возможен ли такой формат взаимоотношений в нетворкинге? Когда он, например, используется? Когда что-то надо, понятно. Когда вы используете манипуляции, и человек, очевидно, чего-то лишается, что-то недополучает, то это формат отношений плюс-минус. Рейдерский захват – плюс-минус. У одного стало меньше денег, у другого – больше. И на самом деле здесь мало что можно регулировать. Но для себя поймите, можете ли вы выступать в качестве хищника или нет. Если вы готовы выступать в качестве хищника, то учтите, что есть и другие хищники. А что делают хищники между собой? Делят добычу. Все верно. Соответственно, как только вы поймаете какую-то хорошую добычу, вы станете потенциально интересными другим хищникам. И тут важно понимать. Если вы самый крутой хищник, то, в принципе, можно не переживать. Но если вы не самые крупные косы, и есть другие, у которых больше рыбы, больше зубы, то тогда, наверное, стоит как-то адаптировать свое поведение или, может быть, не афишировать своими добычами. Что, в принципе, и делают часть людей, которые отсутствуют в списке Forbes, но у них есть аналогичное благосостояние. Идем дальше. Отношения ноль в плюс. Они возможны между людьми? Какой пример можете привести? В большинстве случаев неблаготворительность известна как немножко другая форма взаимоотношений. Любовь в плюс ноль. То есть один другого любит, другой при этом ничего не испытывает. Да? Все верно. Родители. Все верно. Отлично. Родители, дети. Отношения ментор, то есть наставник и, как он называется, наставляемое лицо, ученик – это зачастую тоже отношения плюс ноль. И здесь, опять же, стоит провести параллель между животным миром и человеческими взаимоотношениями. Вспомните акулу, и рыб прилипал. Представьте, плывет акула, и у нее 7, 8, 15 рыб прилипал. Она что-то теряет от того, что на ней катаются эти маленькие рыбешки или нет? Да. Кто сказал «да»? Почему она теряет? Вы понимаете, насколько несоразмерна ее мышечная мощь и снижение обтекаемости? То есть она, конечно, теряет с коэффициентом там 0, 0, 0, 1, но это можно отнести к погрешностям из разряда «лес трубят, щепки летят» и не обращать на это внимание. Что будет, если акула начнет обращать внимание на рыб прилипал? Отмахиваться от них. Терять энергию. Все верно. В конечном счете она умрет от голода. Есть такая информация, что лев – это хищник, который, в принципе, может без напряга поймать любую мышку. Ну, то есть его зрение, его способности к охоте настолько высоки, что он может, не напрягаясь, любую мышку поймать. Но дальше парадокс. Сколько бы он не съел мышей, он сдохнет от голода. Поэтому, если с вами пытаются кто-то использовать форму взаимоотношений плюс 0, то подумайте, может быть, вы все-таки акула, а не рыба прилипала? И в этом случае тратить свою энергию на то, чтобы ему не помочь, на самом деле более трудозатратно, чем просто помочь. Один телефонный звонок для вас, а для этого человека – это польза. Вы понимаете, что вами пользовались, но с экономической точки зрения, в конечном счете, вам все равно это будет выгоднее. То же самое и в обратную сторону. В ряде случаев проще настаивать, настаивать и настаивать, и додавливать человека, который сам акула. И, может быть, в этих взаимоотношениях стать рыбой прилипалой. В какой-то момент он поймет, что ему проще вам дать то, что вы хотите, чем каждый раз отказываться. Я не помню, у какого автора в зарубежной литературе это было описано, но суть в том, что не до офиса. Они прошли от машины до офиса, и молодой человек, который напрашивался на встречу, все время молчал. Уже подходя к кабинету, акула Уолл-стрита возмутился, поворачивался к нему и говорит, «Ты два года добивался встречи, и ничего мне не сказал». «Как так?» Он говорит, «Все, что мне надо, я уже сделал». «Все журналисты увидели, что вы со мной дружите, вы со мной общаетесь, и теперь мои дела пойдут в гору». И действительно, его дела пошли в гору. Как вы понимаете, для этой акулы эти три минуты ничего не дают. Это отношения плюс ноль. Отношения ноль-ноль. Самые бесполезные и непонятные взаимоотношения, которые, в принципе, всегда можно перевернуть в плюс-плюс. Чем хороши отношения ноль-ноль? Кроме этого, чем еще? Еще раз. Дам намек. Как мы можем узнать другого человека? Узнать. Что? Узнать. Нет, узнать. Оберяйтесь. Общаться. Общаться. Смотреть. Это могут быть отношения ноль-ноль? Почему? Узнать. Узнать. Что еще раз? Узнать. Узнать. Да, но при этом ни одна из сторон не получает ни пользы, ни вред. Это отношения ноль-ноль. Кроме этого. Что-то в этом роде. Представьте, что вам важно выстроить отношения с каким-то человеком, но при этом человек очень осторожный. Соответственно, находясь в его пространстве, в вашем случае у многих из вас отношения ноль-ноль. Вы учитесь в одном заведении. Вы смотрите друг на друга, вы наблюдаете друг за другом. Вы получаете друг от друга колоссальный объем информации, который не передается через текст сказанного. Вы узнаете друг другу, как другой оппонент себя ведет в агрессивной среде, в позитивной, как он достигает успехов и как он преодолевает провалы. И это значимая информация, которую всегда можно перевести в отношения плюс-ноль или же в плюс-плюс. Меня просили завершаться, поэтому на этом я, пожалуй, и закончу. Отношения плюс-плюс, в свою очередь, делятся на ряд составляющих. Например, отношения, когда одна из сторон не может существовать без другой стороны. или отношения, когда это обычные рыночные формы отношений легко заменимы. Я думаю, это понятно. Меня торопили или уже не торопят? Тогда спасибо всем. Напоминаю свои вопросы, вы можете задавать в электронном виде и обязательно ответить.